Уважаемые дорогие и достопочтенные Вашнавы! Прежде всего, хотелось бы высказать слова благодарности Кришнанаде Прабху и Святой Анададхаме, в котором мы привыкли в Игваре. Но в Игваре в Игваре есть еще такая дополнительная Дхамба, это Анададхам, огромное спасибо Анададхам! Игча! Мы по вашему вниманию представляем... Окей. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех Ващанавов и исключительно Кришнанад, Прабху и Анатадхам, что пришел в Игваре. И мы очень благодарны, что здесь снова мы сломали. Вашему вниманию представляется небольшая натока, небольшая драма, которая повествует о убийстве пудлы после того, как он играет. Мы надеемся, что наш дорогой человек, прям правильный прокурат, даст нам объяснение дополнительной бумаги. Мы посвящаем его лодочным стопам эту драму. Я бы хотел бы дедикатировать рейт на драме на драме. Я бы хотел бы дедикатировать рейт на драме на драме. И, конечно, просим ваших... И просим вас, нас не судить строго, потому что некоторые из наших артистов вообще первый раз шестивающие на сцену. Поэтому, пожалуйста, поддержите их. Мы начинаем. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Я нарадамуни, я рассказчик Харикадхи, я нарадую Харикадхи, я нарадую Харикадхи, где же Моя Кратха? Вот оно! Итак, это абсолютно правдивая и необычайно поучительная история, которая произошла в давние времена, а точнее в Доброе Югу, когда Господь Клишне играл для божественной Кришна, царь Камса, пребывал в своем богатом дворце и, подобно граневому титул в золотой клетке. Почему он пребывал в таком доме? В спокойном настроении. Почему же он пребывал в таком беспокойном настроении? Просто потому, что я напомнил ему, что восьмой сын Деваки должен был убить его. Кто поможет не разделаться с ним? Кто поможет не разделаться с ним? Аркашвани, голос с неба. Если ты полон сил, ты вправе поспорить с небом. Нет! Ты должен поспорить с небом. Восьмой сын Деваки. Необычный владелец. Харатичи Симакхури. Который прячется от меня где-то там в Риндаване. Почему он прячется от меня? Кто поможет мне разделаться с этим мальчишкой? Кто? Путана. Как я забыл? Путана. Путана. Украшатель игрока Ракшаси. Диволица. Диволица. Неутоленная в соль жестокости. АПЛОДИСМЕНТЫ Она испила крови стольких младенцев. Что ей стоит? Ещё одного. Она неутолённа в жестокости, как лесной пожар. Вы звали меня, мой победитель? Ты здесь? Ты здесь? Да. Она доказала, что я звал тебя. Вы слышали шёпот в твоего сердца. Шёпот? Да. Переходящий зверь. Зачем ты звали меня? Почему ты звали меня? Мудрый. Ты очень вовремя появилась. Нет. Я хотела сказать тебе... Вначале... Я хотела попросить тебя обручать. Нет. Не надо? Не опросите. Ну а что? Приказывайте. Повелевайте. 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 Испомним всё, что вы пожелаете. Мой господин. Мой господин. Мощь всех три мира. Царство подземное. Земное и небесное. Узнает. Насколько велик мой господин. Все три мира узнают о великолепности моего господин. Моя господин. Моя господин. Чупит достойный. Слушатель. Моя господин. Моя господин. Да. Хорошо. Я расскажу тебе. Я расскажу тебе. Своё задание. Но не знаю, в каком-то справишься ли ты. Но я не уверена, если мы сможем выполнить эту миссию. Я справлюсь, если вы любите это. Хорошо? Тогда иди. И убей этого восьмого сына Девика, которого я никогда не берил в глаза. Килл Дим! Убить младенца. Убить младенца. Это такое мелкое задание у мой благородный господин. Может, мне лучше шечь в этот город со всеми его обязательными? Может, я не могу сказать, чтося младенца. Убить младенца. Убить младенца. Убить младенца. Ты, женщина. Стрей. Тебе порастительно не быть мудрой. Согласно законом Ману. Стрей. Промежуточное положение между животными и будущими. Я применю всё, своё коварство. Ты не понимаешь. Я не понимаю. Что? Что я не понимаю? Этот самый младенец, о котором мы с тобой говорим, этот восьмой сын Деваки, это не просто мальчик, дать время не ругать, расправляться с младенцами, но даже Нарада сказал, сказал мне, что это, попросили вишну. 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 Я применю всё твоё секси, всё своё коварство, только Ассури, причём такая Ассури, как я. Он справится. Я не читаю Вере твои слова. Я вижу, что ты действительно обладаешь этим шатти. Путано. Иди и убей его. Я обещаю тебе, я, Камса, обещаю тебе, что в твою честь я устрою огромное празднество в Матхури. Принеси мне эту долгожданную весть. Принеси мне эту сладкую весть, что тот ребёнок, который родился из Лона Деваки, восьмой её сын, мёрт! Мёрт! Сделай это! Сделай это! Сделай это! Солнивайте! Сделай это! Да, будет! Так! Как так? О! Нарая 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 Нарая! Ааааа! Здесь в Матхури творятся какие-то странные интриги! This Matura is a strange place, there are so many intrigues. Пойдемте со мной в Маддава. Come with me to Grindavan. Посмотрите, там, в Маддаване, отец божественного мальчика, к которому придет сейчас речь. Нанда Макараш. Хочет отправиться в Маддуру. He's traveling to Matura now. To pay cash. Нанда Макараш. Why are you making me call my baby Grisna? You are so adorable by the Grisna. You are so adorable by the Grisna. Oh, look at these beautiful flowers and big moon. Are you sure that? I'm going to Matura now. Нанда Макараш! I am the child of밥! Radha! Yes! Нарай, 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 как удивительной лилы нашего Магавана. Нангар Нараш отправился в Матхуру. А в ужасной Ракшасе сейчас лишь появитель Абриндавана сейчас как приходит из Матхуры. Неужели некому защитить нашего Кришну? Я напугал. Я напугал. Я напугал. Я напугал. Молодь, Господа. Где ты? Где? Мальчик из Матхуры. Зачем ты прячешься во мне тавань? А не прячься. А это мир. Я знаю, как я разделаю с тобой. Восьмой сын Дэрэки. И там Дэрэки. О, чудесный младенец. А вот так, не входящий в этот мир. Я думаю о тебе. Я чувствую волнение в моем сердце. Мой победитель Камса сказал, что... Если женщина должна быть мудрой, нет, она может быть и не мудрой, но я буду очень мудрой, очень хитрой и очень жестокой, мой мальчик. Очень жестокой, я буду очень мудрой, но перед тем, как убить тебя, я приношу тебя к своему сердцу, чтобы красиво попрощаться с тобой о восьмой сын Дэрэке. Сквозь все свои мистические совершенства, Кудана появилась во Бриндаване, но она появилась в облике красной девушки, и все роджевайся, понимая ее, на улице. Бриндаване. Да. Бриндаване. Бриндаване. Я пришла далеко, чтобы посмотреть на вашу мать. Дайте мне посмотреть на вашу божественную мать. Я пришла, чтобы посмотреть на вашу мать. Я пришла, чтобы посмотреть на вашу мать. Я пришла, чтобы посмотреть на вашу мать. Я хочу дать вам много блеск. И тогда, как сейчас и путано, не спросив ни у кого, позволения, взяла крыши из-за мать. И предложила крыши свою грудь. Кришна. 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 Выпил молоко, опутанное, вместе. И ее жизненной силой с ее граной. Кришна. Что ты делаешь, Кришна? Что закончил? Отпусти меня. Ты не делаешь больно. Отпусти меня. Я внизу тебя взлетаю. Кришна. Бутана освободилась от Кришны. Но ей не хватило всей мистической силы. Когда Кришна выпустил краму, из Кудана она вновь приняла свой ужаснейший облик. Кришна. 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 С тобой все в порядке. Кришна. Кришна. С тобой все в порядке. Кришна. 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 Снизу. Куда? О, he's okay. Возвратившись из Марпуры, Нанта Вахарадж, увидел огромное целое демоницы. Нанта Вахарадж. И слышал, как все в Раджаваси. Кришна. 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 Что случилось? Не зря. Не зря Масадев Махарадж предупреждал. Что с его любимым с нашим иконкам случится месячные события. Слава. Слава на Райде, который спас Кришну. Жанна Райде. Слава нашему прекрасному с материалу. millions of bread, you are a wonderful baby Krishna. Кришна, you are a wonderful baby. Who are you bringing Beimами? These vivid Sachen are so mysterious. Come, in. Чистая душа, утону, покинула ее демоническое тело, и обрела божественное тело, кормилицы, на Галоке Вриндаване. Что ты сделал, Кришна? О, Кришна, что ты сделал? Что ты сделал со мной? Что ты сделал со мной? Ты победила меня. Ты победила меня. Ты победила, Кришна. Я победила. И я победила. Нет. Ты победила. А я победила еще больше. Ты победила, но я победила больше, чем ты. Ты заставил меня полюбить тебя, Кришна. Ты победила меня в любовь с тобой, Кришна. И любовь действительно знает, что любовь, которая живет во мне, прямо. Она сильнее времени. Она сильнее всех сил мира. Она сильнее всех сил мира. Она сильнее тебя. Кришна. О, Кришна. Она стала как милицей. В Галоке-негалоке. В Галоке. В одной из самых возвышенных положений. Какова же седанта нашей истории. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! 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 Молодцы ребята, отлично! Браво! Шикарно! Олег! Олег! Большое спасибо за эту драму! Когда Девотеи играют Роли в Духовном театре И все могут прочувствовать эту лилу Это очень важная лила, очень глубокая Это означает, что Путана пришла с намерением убить Кришна Но Кришна дал ей прему и отправил ее на Галоку Какие могут быть сомнения, что те преданы, которые с любовью и сердцем повторяют имена Кришны и служат ему, что они получат более высокое положение Галоку Бриндаваны? Нет никаких сомнений в этом Нет никаких сомнений в этом Он просто напомнила Кришне о маме еще одни И Кришна так обрадовался увидеть ее Он уже не думал, что она пытается убить его Он просто наградил ее премой Когда Путана забрала Кришну Она кричала Ребенок оставь меня Но Кришна Как я могу с тобой расстаться? Те, кто ко мне приходят, я их уже никогда не отпускаю И Кришна выпил прану Путана Он очистил ее материальное тело, чувства и эго И ее душа отправилась на Галоку Когда Путана выбежала из дома с Кришной Мама Ишода тут же упала в обморок от страха за Кришну А Рахини Она посмотрела на Ишоду И посмотрела на Путана, которая убегала с Кришной И она не могла решить И она не могла понять помочь маме Ишоде Или бежать за Путаной Чтобы забрать Кришну у нее Когда Путана рухнула Она приняла свой истинный облик Который был размером 12 миль Она как раз рухнула на садовом участке в парке Где росли плодовые деревья для Камса Махараджа И там она все порушила ему Праджабаси догнали Путану Увидели, что маленький Кришна играет на груди у этой огромной Путаны На этой горе Они взяли Кришну и стали его передавать друг другу И Мама Ишода лежала без сознания И еще последний брадибасик положил Кришну прямо на колени Мамы Ишоды И только тогда Мама Ишода пришла в себя Когда она почувствовала, что Кришна на ней И стала плакать О мой сын, мой сын Мы видели, как Нанда Махарадж вернулся из Матмора Нанда Махарадж Потому что я каждый день поклоняю Шалаграм Шиле Нанда Махарадж Он сказал Он сказал Господь Нарайна спас моего сына Праджабаси Никогда не считает Кришну Бхагавана Их любовь чистая и свободна от Айшварьевья Зачем Кришна имел эту лилу? Потому что Кришна была шесть дней от роду Он помнил Он помнил, что в день Нандутса В праздник, первый день своего рождения Все праздновали И тысячи гостей приходили в гости Чтобы посмотреть на ребенка Через шесть дней Праздник поутир Кришна думал Что происходит Где гости Почему не празднуют Что забыли все обо мне Как только Кришна почувствовал себя таким Без внимания заброшенным Йогамайя тут же призвала Путану И создал такую ситуацию Катастрофы ЧП Но Кришна спас Господь Нарайна Все внимание было на Кришне Всех праздновал Поэтому любовь снова стала все сильнее и свежее Кришна снова хотел просто обновить и усилить любовь всех праздновал Поэтому произошла эта лила с Путаной И потом до конца жизни Тогда Радхарани И особенно Лолита Саки Они могут критиковать его А потом всегда в будущем Лолита Саки и Радхарани Могли критиковать его Кришна, ты такой жестокий Но это не новое поведение Ты всегда жестоким был женщинам Даже когда тебе было шесть дней от рода Ты убил женщину Теперь тебе шестнадцать Твою силу Ты можешь убить так много гопи За секунду Просто бросить нас в одиночестве В лесу Вриндавы Кришна Проставился как Путана Гадана И на всю жизнь все помнили Как он убил Путана Извлеките урок из этой истории Что Кришна без причин на милости Практика Бхакти это сложный путь В течении долгих лет надо служить Гуру Кришна Это трудно иногда Попасть на голову Вриндавы Попасть на голову Вриндавы не так просто Но никогда не сдавайтесь Не теряйте решение Не отчаивайтесь Помните что Кришна Беспричина милости И как он спас Путана И как он спас Путана И если вы пытаетесь Попасть на голову Вриндавы И не сомневайтесь Если Кришна пролил милость на Путану То есть если вы служите усердно своему Гуру Вовторяйте Святый Медан Кришна заберет вас на голову Вриндавы Я хочу сказать очень специальные Попасть на голову Вриндавы Я хочу это abra Я хочу России Я хочу спортсмен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok